Саша Липатов пять лет проучился в Тульской школе-интернате. В этом году окончил девятый класс и решил продолжить обучение в колледже. Выбрал строительную профессию. 26-й техникум строительной отрасли, где делают мастеров, отделочников, каменщиков, сварщики. Я пошел на мастера отделочных работ, где плитки, где делают, как сейчас в нашем интернате, то же самое. Хотя Саша Липатов теперь начнет почти самостоятельную жизнь, пока с интернатом не расстанется. Выпускникам детдомов полагается общежитие, но при колледже оно не работает. Поэтому молодой человек пока останется жить в социальной гостинице интерната. В этом году Тульский дом-интернат закончили 18 ребят. Все устроились в учебные заведения, кто в техникум, кто в университет. Во многом этим ребятам теперь придется рассчитывать только на себя, ведь родителей, которые могли бы их поддержать, рядом с ними не будет. Чтобы выпускникам интерната было проще адаптироваться к взрослой жизни, сегодня им и еще 40 ребятам из областных детдомов подарили стартовые наборы. Каждой стоимостью почти 10 тысяч рублей содержит необходимые в быту вещи. Приобрели их на средства благотворительного марафона «Образование всем детям», который прошел в Москве. Благотворительный марафон «Образование всем детям» существует у нас уже 4 года и приурочен на самом деле к дню защиты детей к 1 июня. То есть марафон, сбор средств, он происходит с конца мая до конца июня в течение одного месяца. И на самом деле это потребность очень актуальна, потому что дети, когда выпускаются из учреждений, из школы-интерната, детских домов, они возникают с такой проблемой, сталкиваются, что когда поступают именно в общежитие уже, то у них нет ничего. Каждый выпускник школы-интерната не уходит в никуда. По закону он может рассчитывать на полное государственное обеспечение, если решит продолжить обучение дальше, будь то колледж или техникум. Помимо вот этих вот стартовых наборов, наши все дети получают сберегательные книжки, на которых аккумулированы средства, которые в течение года, в течение периода их пребывания в интернате собирались по различным источникам. Там есть и благотворительные деньги, там есть пенсии на потери кормильцев, там есть различного рода гранты, полученные из каких-то, так сказать, фондов, там есть деньги, полученные в результате выплаты алиментов родителями, лишенных родительских прав. Суммы очень даже приличные. И все же дополнительная поддержка для этих ребят не лишняя. Стартовый набор получил сегодня и Саша Лепатов. Теперь ему не надо будет думать, где достать и на что купить самое необходимое. Главное, о чем переживает педагогия, чтобы подарки ребята использовали по назначению. Надежда Милехина, Алексей Чичвадзе, ТВ-Центр ТУБА.